Привет, мои добродушные и нормальные подписчики, с вами я, неоднозначный и загадочный ник нужди, тигр Гриша послан тырить зажигалку и дрова, ну а пока у нас ещё не стемнело, очень прошу накидать, чтобы вы думали, конечно же, чистоту. Ну ладно, ладно, по старинке и по традиции кидайте самую смачную гризюку в комменты, вы иногда пишите настолько грязные вещи, что мне вручную приходится вытаскивать ваши комменты из блока, поэтому если вы не видите свою гризюку, это значит, что она на проверке. Ну вроде бы всё объяснил и рассказал, а осталось только самое важное, если ты впервые на моём канале и вообще охереваешь, что тут происходит, гриши, костры, арбузы и прочая грязь, то советую шлёпнуть на подписку и, конечно же, прозвенеть на весь ютуб в колокольчик, ведь только здесь лампово-арбузные истории у костра под присмотром тигра. А сегодня я хочу рассказать вам, как ЕГЭ меняет судьбы людей. Если честно, я довольно давно сдавал этот экзамен. Прошло много лет, но вот отношение к ЕГЭ и трясучка перед ним остаётся у каждого поколения. Каждый одиннадцатиклассник ловит тильт и думает, что нифига не сдаст. Так было и со мной. Как вы уже знаете, я обычный парень, закончил школу без троек, но отличником я никогда не был. Да господи, нас ЕГЭ начали пугать уже с девятого класса, а то и с восьмого. Мы то и дело слушали, что если не будем учиться, то не сдадим экзамен, а это же капец как страшно. А давайте-ка разберёмся, вот чем грозит не сдача экзамена. Парням понятно, если тебе стукает 18 лет сразу после ЕГЭ, то ты валишь в армию, а прекрасная половина идёт работать в МакДаг, Бургер Кинг и ждёт следующий год, чтобы пересдать ЕГЭ. Да, хотя так же, как и тот, кто вернётся с армии. Но это, на секундочку, при условии, если ты захочешь пересдавать, ведь стоит один раз хорошо устроиться на работу или найти себя в каком-то деле, и тебе этот ЕГЭ будет до одного места. Ведь что такое ЕГЭ? Это тупые тесты, ничему особо не обучающие школьников, они просто вырабатывают автоматизм решения той или иной задачи. В универе, короче, вам задания ЕГЭ и умения решать такие тесты не понадобятся, вы придёте и вам с порога скажут, забудьте, чему вас учили в школе. Хотя на работе также скажут, забудьте, чему вас учили в универе. Вывод прост, не парьтесь, ребята. Я в своё время сдавал три предмета, русский, матеша и физика. Вот почему-то тогда я думал, что технические профессии это прямо для меня. Забегая далеко вперёд, скажу, что лучше бы я сдавал общество и шёл на управленца или маркетолога. Потому что техспециальность надо идти и получать после девятого класса. Во-первых, ты экономишь два года, ненужных десятого и одиннадцатого класса. Я вообще десятый класс не помню, будто его и не было. И за это время осваиваешь почти любую техническую специальность. Просто ты должен понимать, если мечтаешь стать электриком или сынтехником, это тебе после девятого класса валить нужно в техникум или шарагу. А вот если ты хочешь стать главным энергетиком или любым инженером, то по-любому нужно дойти до высшего образования. А значит через ЕГЭ. Конечно, есть третий вариант, пойти в универ, получить диплом и также работать обычным электриком. Но тут уже зависит от вас. Смысл тогда терять 4-6 лет в универе? Так почему ты ссышь сдавать ЕГЭ? Потому что до этого никогда не сдавал такое. Потому что ЕГЭ превратили в лотерею, где выигрышем окажется, если задания в билете совпали с тем, к чему ты готов. На самом деле, эта концепция ждет тебя и в универе, если, конечно, ты не отличник и привык учить досконально каждый билет или вопрос. По факту же, 11 лет твоего существования на школьной скамье заканчивается на 3-4 экзаменах. Да вы скажете, и раньше было такое. Но раньше не ставили баллы и задания были не тестовые. Да и вообще, каждый вуз имел свои вступительные экзамены. Я помню себя в 17 лет. Смотрите, какой пиздук, это Максимка. Он, 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 он компьютер смотрит. Я по жизни-то не определился, кто я. А тут заставляют выбирать, куда буду поступать и кем стану в будущем. Честно, выбор явно не для подростка, которому 17 лет. Но так как мои родители мне ничего не подсказали, выбор я делал сам. И это одно из самых важных и ответственных решений, которые я когда-либо принимал. К слову, универ я закончил и даже работаю по специальности, и даже хорошо. Никогда не неси хуйню. Пизданов, конечно, тут. И да, я как самый противоречивый ютубер хожу на работу в офис и по вечерам пилю для вас ролики. Поэтому, если нравится, и если мы с тобой на одной волне, грязной и арбузной, сделай приятно, долбани по подписке и колоколу. Для меня это очень важно. Ну и все же, почему Игорь меняет судьбы людей? Все просто. Слышали про двух парней, которые в прошлом году купили не ту ручку? Нет? Тогда я вам расскажу. Они сидели, решали экзамены, ничего не предвещало беды. Отдали планки, на них были ответы. Да и парни сами по себе не глупые, явно бы не стали заниматься такой фигней. Но, как оказалось, они на ЕГЭ купили ручку, которая от воздействия температуры исчезает. А если вы не в курсе, каждый бланк сканируется, а сканер, сука, горячий. И вот каждый их ответ превратился в ничто. Как думаете, сильно ли такая ситуация повлияла на их состояние? Естественно. Я думаю, да. Конечно, им дали переиздать. Есть резервные дни, специально для такой суеты и переиздающих. Это ладно, парни адекватные, не стали там в петлю лезть. А бывает же такое, что некоторые умалишённые из-за низких баллов или просто перед экзаменами с мыслями, что я же всё равно не сдал, впадают в истерику. Чем это заканчивается, говорить не буду. Единственное скажу. Я нифига не коуч по мотивации, но даже если ты не сдашь, или твой балл будет не таким, как ты ждал, это не повод страдать фигнёй и впадать в истерику. Тебе же всего 16-17 лет. У тебя есть как минимум пара десятков попыток на пересдачу. Ну, если брать в расчёт, что можно сдавать раз в год, то я думаю, к 35 годам там уже как ветерану сдачи ЕГЭ тебе дадут сертификат и накинут проходной балл. Короче, если я не ошибаюсь, это ЕГЭ можно пересдавать хоть каждый год. А вот у нас был случай, когда девочка протащила свой телефон прямо на экзамен. Не знаю, насколько критично это сейчас, а к слову, рамок и металлоискателей у нас мощных не было, поэтому смартфоны проносили в трусах. Прям как зайки, блин, хорошо, что не в одном месте. Про трусы шучу, просто в пиджаках и штанах. Но всё бы ничего, списывает деваха да списывает, но тут бравые ребята из управления образования заметили, что она онлайн в АК. Да ещё и общается в открытой группе ВКонтакте с учителем на стене в комментах, блин. Это ж надо было так додуматься. Ну, к слову, ВКонтакте тогда тоже был другим. Я, если честно, не знаю, как там это устроено всё, но уже через 30 минут после начала экзамена поступил звонок и запрос о тотальной проверке рабочего места этой девочки. Конечно же, нашли телефон. Конечно же, нервный срыв. И, конечно же, испорченный целый год. Да ещё и подорвали здоровье на нервной почве. И лежала она в больничке. Ведь её отстранили показательно. Это все тогда понимали, чтобы другим не повадно было, как любят у нас в государстве. Короче, пообщавшись с ребятами разных возрастов, я понял, что сдавать ЕГЭ с каждым годом становится с одной стороны проще, если ты умеешь списывать и готов на это пойти, а с другой стороны сложнее, так как вариантов добавляется всё больше, заданий миллиарды разных, да и структура подготовки к ЕГЭ развилась так, что некоторым школьникам и их родителям просто не по карману взять себе репетитора. Вы, блин, офигеете, но цены на подготовку к экзаменам по физике в Москве достигают 5000 рублей за час. А вы знаете, сколько брали мои репетиторы? Причём преподаватель был очень сильный и с многолетним опытом. Всего 500 рублей за занятие. Напишите, пожалуйста, если кто сдаёт экзамены, сколько сейчас платите и за какой предмет? Капец, как интересно почитать. Вы только представьте, препод весь день репетитор стоит, зарабатывает по 5к в час. Это в среднем получается около двух занятий в день по два часа. 20 тысяч в день. Ну и учитывая, что работать явно хочется не каждый день, берём половину, по итогу получаем 300 тысяч рублей при средней загруженности репетитора. Мне кажется, эти услуги давно нужно взять под дополнительный контроль и как-то проверить. Тут мне по секрету рассказали ещё одну весёлую историю про ЕГЭ. Вы все знаете, что бывают сбои и сливы. Так вот, однажды, хотя, возможно, и в другие года так же было, произошёл слив ответов. У нас огромная страна, и всем писать в одно время попросту не получится. Поэтому Магадан и прочие города того часового пояса пишут экзамен на 8 часов раньше, чем Москва. Поэтому все всегда ждут, когда же придут ответы с тех дальних городов. И вот как раз тот год не был исключением. Ответы были слиты. Правда, я не помню по какому конкретному предмету, но не суть. Так вот, я о системе в частности. Есть ли смысл рвать жопу, учиться на отлично, показывать хорошие знания, чтобы потом получить такие же баллы, как троечник? Вопрос оставлю вам на растерзание в комменты. Но скажу так, каждый прав и красавчик по-своему. Что троечник, что смог списать на ЕГЭ, этот навык очень важен в жизни, кстати. А ещё важно вовремя подстроиться под ситуацию. Что тот отличник, который написал всё сам и набрал хорошие баллы. А по итогу только время расставит всё на свои места. Обычно в универе всё меняется очень сильно. И резюмируя, хочу сказать, да, ЕГЭ может поменять твою судьбу, да, ЕГЭ может испортить твои планы, но на этом жизнь не останавливается, и всего есть выход. Не нужно переживать за то, что ещё не случилось. А если и случилось, то не ной, а ищи способ это исправить. Вот сегодняшний ролик, я действительно могу назвать капец каким огромным, базарным, я по-любому заколебался его монтировать. А с вас по традиции ждать следующий ролик с подпиской. А с меня по традиции желаю вам счастья.